Это тот возраст, когда истончаются психологические защиты и появляется огромное количество сексуальных фантазий. И это вечная мужская погоня за размер. Если женственность не принята в семье, девочка идет доказывать свою женственность на улицу. Очень важно создать для ребенка пространство и время, когда он может этим заниматься. Чем в более раннем возрасте ребенок проживет какую-то эмоцию с вашей поддержкой, тем проще ему потом во взрослой жизни будет сталкиваться вообще с любыми эмоциями. Всем привет! Это лекция «Откуда берутся взрослые», которую психоаналитик Алена Орехова выпускает вместе с Битрикс24. В девятом выпуске Алена расскажет о преподростковом этапе развития ребенка, когда истончаются психологические защиты и появляются сексуальные фантазии. Какие фантазии возникают у мальчиков и у девочек, и как родителям стоит на них реагировать. Обо всем этом в девятой лекции «Откуда берутся взрослые». Сегодня мы с вами рассмотрим предподростковый период, которого раньше не существовало. И когда Зигмунд Фрейд писал свою психосексуальную теорию, то латен сразу переходил в подростковый возраст. Сейчас появился вот этот вот особый возраст, предподростковый. И мы на прошлой лекции уже с вами обсуждали, почему он появился. Потому что слишком много факторов в наше время не дают ребенку задержаться в латенте. Когда все инстинкты сексуальные, агрессивные, покрыты толстым слоем психологических защит, и инстинкт не прорывается наружу. Сейчас, когда 24 часа в сутки, из всех средств, возможных информации, ребенку все время кричат, сексуальность и агрессивность есть. И даже если ребенок не смотрит телевизор, даже если он не пользуется гаджетами, то все равно на рекламных счетах по всему городу он всегда все это видит. И поэтому психологические защиты очень сильно истончаются, и инстинкт начинает прорываться через них. Но прорывается он не напрямую, а прорывается он с помощью фантазий. И мы с вами сегодня будем говорить о том, какие сексуальные фантазии переживают мальчики и переживают девочки вот в этом предподростковом периоде. Предподростковый период длится где-то с 10 до 13 лет. То есть если раньше латент был до 14 лет, и в 14 лет ребенок входил в подростковый возраст, то сейчас уже защиты не справляются, и в 10 лет дети просто очень стремительно влетают во всю эту сексуальную и агрессивную историю. Как мы можем увидеть, что ребенок вышел из латента и находится в предподростковом периоде? Видно это по резкому всплеску моторной активности. Потому что когда из меня начинают, да, то есть вылазить эти инстинкты, а ребенку дико страшно с ними столкнуться, но он пока еще не знает вообще, что с этим всем делать, тогда он начинает сбрасывать это в моторной активности. И если вы заходите в школу, и мимо вас проносится табун, да, то есть, ну, это понятно, что там 4 или 5 класс вышел на перемену, то есть сидеть в этом состоянии невозможно вообще. Дети предподросткового возраста сидеть неподвижно на уроке не могут. И очень важно, чтобы учителя знали об этой особенности предподросткового возраста и позволяли детям двигаться. Очень во многих школах на Западе уроки с детьми этого возраста проходят в свободной форме. Когда учитель сидит на столе, да, то есть дети гуляют по классу, только тогда, когда они двигаются, появляется возможность воспринимать информацию. Как только ребенка посадить и заставить его сидеть неподвижно, тревога такая дикая поднимается, что воспринимать никакую интеллектуальную информацию ребенок в этом состоянии не может. Ему надо делать хоть что-то. Он будет просто стучать ногой по полу, если ему не разрешают встать. Он будет, да, то есть там стучать ручкой по столу. Он будет делать, ну, все, что угодно, только чтобы сбросить эту непереносимую для него тревогу. Поэтому не заставляйте детей, когда они делают уроки, сидеть неподвижно, да, то есть пусть они в это время одной рукой бьют мяч, да, то есть волейбольный. Ну, пусть они делают все, что угодно, только в таком состоянии они способны учиться. И когда я еще работала с детьми, и ко мне на прием приводили детей такого возраста, да, то есть они в кабинете вытворяли все, что угодно. И только когда вот они могли делать все, что угодно, то есть даже если он сидит, то ему надо было скручивать из бумаги эти шарики, да, то есть слюнявляя их, да, разбирать ручку, засовывать, значит, эти шарики в эту ручку и куда-нибудь плевать, да. То есть и... Ну, и важно было к этому относиться спокойно, потому что я понимала, что тогда ребенок меня слышит, и то, о чем мы разговариваем, у него где-то откладывается. То есть, пожалуйста, не пугайтесь, да, и понимайте, в чем особенность ребенка этого возраста, и позволяйте это делать. И, конечно же, ну, к огромному сожалению, наша школа, не знаю, как сейчас, но раньше она не давала возможность детям этого возраста вот сбрасывать все время эту тревогу, потому что, ну, физкультура два раза в неделю, она не сбрасывает, да, то есть по 45 минут она не сбрасывает это напряжение. То есть 3-4 часа активности физической должно быть у ребенка в этом возрасте, да, то есть и тогда это будет для него нормально. И следующий момент, по которому можно понять, что ребенок вышел в предподростковый возраст, это что появляется такая эмоция, как смущение. В организме ребенка происходят какие-то странные процессы. Они его пугают, он не понимает вообще, что происходит, да, ну, то есть появляются вторичные половые признаки, да, то есть все что-то растет, раздувается, вообще это все страшно, и дети все это, да, то есть списывают вот на свои сексуальные фантазии, а так как они до сих пор еще считают родителей всемогущими, они думают, что родители точно догадываются о том, что у меня в голове, о чем я фантазирую, и поэтому они начинают очень смущаться и начинают прятаться от родителей. Вот это тот возраст, с которого дети закрываются в своих комнатах и говорят, мама, не заходи. И это нормально, и уважайте, пожалуйста, взросление своего ребенка, да, потому что ему в своем пространстве спокойно, потому что он может там расслабиться, понимая, что никто не отслеживает вот эти вот его всевозможные пугающие его самого мысли и ощущения, которые появляются в теле. Мы говорили о том, что в эдипальной стадии, да, то есть, ну, прекращается там сон в одной комнате, да, то есть и важно, чтобы там с трех лет уже там папа в семейных трусах перед девочкой не ходил, и мама в откровенном белье перед мальчиком не ходила. То есть в этом возрасте это уже, ну, вот, категорически запрещено. То есть смущение, да, то есть ребенок все время думает, что родитель видит, там, чем он занимается, какие последствия этих занятий, да, то есть какие чувства ребенок испытывает. Поэтому здесь вы с большим уважением относитесь к телу ребенка, к его личному пространству, спрашиваете его, что можно, а что нельзя. И это тот возраст, когда истончаются психологические защиты, и появляется огромное количество сексуальных фантазий. То есть все вот эти вот фантазии, ну, инстинкты, да, то есть которые прорываются, и ребенок проживает через фантазии. Понятно, что фантазии неосознанные, но и мы с вами будем говорить, как это выглядит снаружи, да, то есть проживание этой бессознательной сексуальной фантазии. И начнем мы с мальчиков. И первая фантазия, и самое главное, мальчишеская фантазия, а потом переходящая и в мужскую фантазию, это фантазия о том, что сила и принадлежность к мужскому полу связаны с размером гениталий. И эта фантазия, она переносится на размер вообще. И это вечная мужская погоня за размером. Это тот самый возраст, когда в туалете мальчики начинают меряться абсолютно всем. И такую картину в школьном туалете застать можно во все времена. То есть вот эта фантазия, да, то есть о размере члена, она переносится на размер носа, на длину ноги, на длину большого пальца. То есть потом во взрослой жизни мужчины это переносят на размер машины, дома, зарплаты, должности, да, самолета. То есть это погоня за размером. Какова главная задача родителей, мальчика этого возраста? Лишить эту фантазию эмоциональной силы. Вот эту вот связку, да, что принадлежность к мужскому полу связана с размером, надо разорвать. И родители своим поведением, своим отношением к ребенку показывают ему, ты маленький, ну, а на самом деле член у тебя маленький, как воспринимает ребенок, но мы видим в тебе мужчину. То есть вот с этого возраста кардинально должно поменяться отношение к мальчику и особенно задача мамы увидеть в мальчике мужчину. Но, к огромному сожалению, у нас в семьях не принято общаться, ну, это называется там, на прямых посылах. Да, то есть мы все общаемся с сарказмами, намеками какими-то, да, то есть надо будет догадаться. То есть через что мальчик понимает, что мама видит в нем мужчину? Через прямую мамину просьбу и обращение к нему, как к взрослому мужчине, да, то есть помоги мне, пожалуйста, донести сумку, да, помоги мне, пожалуйста, одеть пальто, подай мне, пожалуйста, руку, да, когда вы выходите из машины, открой мне, пожалуйста, дверь. Мама общается с мальчиком априори, да, как со взрослым мужчиной. Ну, к огромному сожалению, да, у нас женщины, ну, и с мужьями точно так же общаются, да, то есть вот с какой-то издевкой. Ну, там типа, а что слабо было, да, там вот сделать для меня это? А что, да, и, да, вот сама постановка вопроса, а не мог бы ты, уже подразумевает сомнение. То есть сомнение всегда зарождает во мне неверие. А этот возраст, если мы говорили, что, да, то есть в одипальном периоде с трех до шести лет происходит полуролевая идентичность, когда мальчик и девочка должны уже определиться точно со своей, да, психологической ролью половой, то в этом возрасте, когда после латента, да, когда все закрыто слоем психологических защит, защиты начинают прорываться. Для ребенка это очень тревожно. И во время тревоги психика всегда регрессирует на более ранние стадии развития. И регрессирует она в этот раз на самую ближайшую. А так как латент не является вообще стадии развития психики, да, мы говорили о том, что психика не развивается в латенте, она прошла все стадии развития, то регресс происходит именно на эдипальную стадию развития, где и происходят процессы полуролевой идентификации. И тогда получается, что предподростковый возраст это возраст, когда все то, что было недопройдено в эдипальной стадии, где что-то было не решено, недопринято, вот в этом вот предподростковом возрасте можно допрожить и допринять. Опять-таки через отношения с родителями. Да. И вот здесь вот очень важно, как мама видит в мальчике мужчину и уважает в нем мужчину. Ну, и соответственно, как она видит своего партнера, мужчину, и насколько она уважает, чтобы у мальчика был повод идентифицироваться с мужской ролью. И поэтому прямое, уважительное обращение с просьбами, открытыми мальчику этого возраста. И здесь очень важно помнить, да, то есть, ну, вот что такое открытое общение. Это общение, когда человек напрямую говорит о своих чувствах и напрямую способен обращаться с конкретной просьбой. Все остальное является выражением скрытой агрессии. То есть, все диалоги с риторическими вопросами, ну, по типу, да, то есть, пришла с работы, просила утром вынести ведро мусорное, да, то есть, ведро стоит полное. Вопрос там, что это? Ну, вопрос, не требующий, да, ответа. Это скрытая агрессия, да, то есть, можно же сказать, да, то есть, ну, слушай, я злюсь, что мусор не вынесен. Открыто, да, можно выразить открытую просьбу. Слушай, я тебя очень прошу, вынеси, пожалуйста, мусор. На открытую просьбу очень трудно получить отказ. Когда просьба выражается вот в такой вот форме скрытой агрессии, на скрытую агрессию что мы получаем? Ответ, ответную агрессию. И очень трудно ожидать исполнение твоей просьбы. Или вопросы типа, да, то есть, ну, которые подвергают сомнению, да, ну, и что, нельзя было вынести мусор. Поэтому очень важно, ну, это не только в этом возрасте, по большому счету, это вообще самый главный принцип общения, да, открытого, открыто говорить о своих чувствах и выражать открытые просьбы. ну, нам всем так трудно выражать открытые просьбы. Почему? Потому что очень страшно получить отказ. Да, когда я общаюсь вот таким образом, да, через такие вопросы, с этой вот, да, то есть, пассивной агрессией, ну, я уже показала свою позицию, ну, мне тогда не страшно. ну, я как бы сильнее, да, я нападаю в этот момент. А обратиться с открытой просьбой, это показать свою уязвимость, да, то есть, это где-то показать свою беспомощность, где-то показать свою беззащитность. И тогда очень страшно, лучше я буду нападать. Поэтому задача всех членов семьи учиться общаться открыто. А начинает всегда тот, кто больше знает, да, то есть, вот вы уже получили эти знания, ну, значит, вам и начинать в семье это делать. Ну, понимая, что, да, могут отказать, но когда я обращаюсь к человеку с открытой просьбой, даже если человек отказывает, он в такой ситуации всегда объяснит, почему он отказывает. Когда у него нет ощущения, что на него нападают и его обвиняют, тогда ему нечего защищать. И он тогда спокойно объяснит, слушай, ну, это не из-за тебя, не потому что я тебя не люблю, не потому что я хочу сделать тебе что-то назло, а потому что, знаешь, да я сам терпеть не могу выносить этот мусор. Вообще, давай мы что-нибудь придумаем, как нам решать вообще эту проблему, да, кто это будет делать. А там дальше вы уже, когда люди открыто разговаривают, они имеют возможность договариваться, да, то есть, ну, очередность там создавать, ну, все что угодно, или там просить компенсацию, да, слушай, вот я это вообще просто ненавижу делать, но я знаю, что для тебя это важно, я это сделаю, да, вот, а ты, пожалуйста, сделай для меня вот это, вот это, вот это, да, то есть, ну, это совершенно нормальное, люди остаются в нормальных открытых отношениях, с проявлением любви друг к другу, то есть, родители показывают ребенку, что они видят в нем мужчину, потому что если мальчику не показать, что мы видим в тебе взрослого мужчину, а, ну, это и папы касается, папа тоже проявляют уважительное отношение к мальчику, но проблема-то у нас вся в том, что огромное количество мужчин не завершили прохождение своей депальной ситуации в своем детстве, и тогда они начинают воспринимать мальчика как конкурента, который выходит в предподростковый возраст и начинает демонстрировать свою мужественность, и папа начинает его давить и не выбраться из этой ситуации, и чем больше меня давят и не принимают мою мужественность во мне, тем больше я буду доказывать, что я уже мужчина. Инструментов очень мало у ребенка. Через что тогда, если его не уважают и не видят в нем мужчины, он начинает доказывать, что он взрослый и что он мужчина. Ругаться матом, курить, смотрите, я взрослый, алкоголь пробовать, драться, вступать в какие-то компании, то есть всеми силами вы во мне не видите, я вам сейчас покажу. И поэтому очень важно, чтобы вот эта мужественность была принята в семье обоими родителями. Но при этом мы еще и помним, что как важно показывать приоритет супружеских отношений. Да, я вижу в тебе мужчину, то есть мама моя женщина, так будет всегда, а ты мужчина, и ты уже можешь, там еще и папа может дать советы мальчику, как за девочками ухаживать, как привлекать к себе их внимание, как делать комплименты. То есть это задача папы показывать мальчику, да, что, слушай, я вижу в тебе мужчину, я вижу, что ты уже можешь начинать все эти процессы, и давай я тебе по секрету расскажу. Притом все секреты своего пола, да, то есть рассказывает родитель, ну, того же пола, что и ребенок. Вот здесь вот уже никаких там доверительных секретных отношений между мамой, да, то есть и мальчиком, наоборот, между там папой и девочкой, быть уже не может, да, потому что этим самым, если, ну, это происходит, такой называется психологический инцест, да, то есть девочка очень там привязана к папе и в своих фантазиях все равно она строит с ним отношения, а здесь очень важно, да, чтобы все-таки папа показывал приоритет мамы, мама показывала приоритет папы. Ну, если даже там, если в семье нет папы, да, а мама мальчика воспитывает одна, то она, видя в нем мужчину, все равно показывает, что да, ты мужчина, но ты не мой мужчина, да, то есть вот там ты ухаживай за девочками, место рядом со мной пока свободно, но оно свободно для другого мужчины, да, и он в моей жизни, да, то есть, ну, либо появится, либо не появится, это уже не важно, но это точно не твое место, чтобы мальчик не встал на вот эту вот мужскую позицию рядом с мамой. Итак, это была первая мужская фантазия, что сила и принадлежность к мужскому полу связаны с размером гениталии, и задача в семье лишить эту фантазию эмоциональной силы. Только тогда мужчина, выходя во взрослую жизнь, не превращает свою жизнь в эту погоню за размером, в доказательство всем, что он мужчина. И только приняв свою мужскую роль, мужчина совершенно спокойно может принять и женскую часть свою. Потому что, если мужчина не принимает до конца свою мужскую часть, то вся жизнь превращается в доказательство того, что я мужчина, через отвержение женской части и своих женских качеств. А это и нежность, и теплота, и возможность заниматься и домашним хозяйством, и делами. Мужчина с принятой мужественностью, он совершенно спокойно относится к размеру машины. Для него машина это средство передвижения. Часы это возможность узнать сколько времени. потому что, если для мужчины машина это продолжение его члена, то тогда он будет ее холить, лелеять, намывать, делать ей тюнинг, ей делать. вот это все. Женщина начинает воспринимать машину как соперницу, как любовницу. Но это не любовница. Это он всегда холит и лелеет. И очень много в мужской жизни этих атрибутов продолжения мужественности. Зрелый мужчина относится к этому совершенно спокойно. Не стоит задачи мериться этими продолжениями члена с другими мужчинами, показывая, кто из нас мужественнее и кто из нас сильнее. Если послушать мужские разговоры в мужских компаниях, то а вот у моей эта машина, а вот еще такая функция, вот такая пипочка, и вот так вот она может. Это всегда рассказ о своем мужском достоинстве. И все это делается для признания моей мужественности. Если мужественность принята, и мне не надо никому ничего доказывать, это не значит, что я не буду этого делать. Я буду делать это из другого мотива, будучи внутри удовлетворенным, счастливым, реализованным человеком. А мужчина, который это делает для доказательства, он же доказательств все равно этого не получает. А внутри все равно пустота. И тогда каждая предыдущая машина становится уже не той машиной надо еще больше. Когда это становится бесконечной гонкой, притом гонкой, не приносящей никакого внутреннего удовлетворения, счастливости, любимости и счастья от этого больше не становится. А зрелый, реализованный человек, он тоже всего это добивается просто из-за интереса, в кайф. И при этом уровень его, внутреннего счастья, ощущения собственной ценности и любимости никак не меняется. Больше у него машины или меньше у него машина, больше у него дом или меньше у него дом. В этом разница. А желание человека двигаться вперед никогда никуда не девается. Просто оно либо невротическое, либо здоровое. Следующая фантазия. Это фантазия мальчиков о мастурбационном вреде. В этом возрасте появляется огромное количество изменений в теле. А вы в курсе, что это нормально, что дети мастурбируют в этом возрасте? Ни у кого сомнений не возникает, что это абсолютная норма. И очень важно создать для ребенка пространство и время, когда он может этим заниматься. Не врываться в его комнату без стука. Если у него нет своей комнаты, это должна какая-то ширма. Если двое детей в одной комнате, то тоже надо придумать, как их отгородить друг от друга, особенно если это разнополые дети. есть создать все условия для реализации всех сексуальных фантазий, которые абсолютная норма этого возраста. Фантазия о мастурбационном вреде. В теле происходит очень много изменений, и ребенок все, что с ним происходит, приписывает тому, что ну вот доигрался. А так как в этом возрасте еще у мальчиков начинаются полюции, и если с мальчиком никто об этом не разговаривал, а откуда тогда, если с мальчиком не разговаривают, детям вообще брать информацию вообще о теле, о сексуальности, о том, что происходит. Ну, сейчас с интернета, раньше книжки были, да, то есть, ну, от друзей таких же, которые ничего не понимают, да, ну, и что там в интернете написано, что если члена капает, значит, все, трындец. Вы представляете, нет, вот вам смешно, да, а вы представьте, какой дикий страх. Я, значит, мастурбирую, да, то есть, ну, отовсюду слышу, что там это плохо. у нас же любят еще родители попугать, да, то есть, отвалится все, там, пальцы отсохнут, ну, все, что угодно, да, вот, на этих лекциях всегда очень много воспоминаний о своем детстве, кого чем пугали в этом возрасте, да, что происходит, когда ты этим занимаешься, и тут еще ночью вообще весь мокрый, да, представьте, я еще в интернете почитала, да, то есть, когда мокрый ночью, вот, еще и заболел, и все, вы представите, а вы хотите, чтобы он учился хорошо, на секции какие-то ходил, да, он умирать уже собрался, все, он неизлечимо болен, страшной смертельной болезнью, а вы ему про какую-то учебу, про какое-то ЕГЭ, да вообще он не доживет до этого ЕГЭ, вообще, о чем вы говорите, о чем вы к ребенку привязались вообще, поэтому дети считают, что все, что с ними происходит, а в этом возрасте, что происходит, прыщи, прыщи, волосы отовсюда лезут, вообще, да, то есть, а еще и пугали, что именно от этого они лезут, эти волосы, да, ну, вот и все, очень весело, мы думаем, что вот они, и живется им беззаботно, вот ни о чем не думает, да, вот, одни развлечения, а у него трагедия жизненная, и все это происходит от того, что, конечно же, нет у нас в культуре разговаривать с детьми о сексе, и о сексуальной жизни, и о сексуальных фантазиях, и все думают, что, ну, вот 18 лет ему будет, ну, тогда, может быть, наберусь смелости, да, и поговорю, а потом у всех отмазка, да, он уже, и так все сам знает, да, но что он знает, он знает чисто технические вещи, да, которые можно прочитать в интернете, да, то есть, о которых можно там сексуальную энциклопедию почитать, но вся эта проблема в том, что воспринимается информация только эмоциональная, да, потому что у нас у всех есть два вида ума, интеллектуальный и эмоциональный, и интеллектуальным умом мы все очень умные, да, то есть, но двигателем нашего поведения и нашего поступка являются только эмоции, и здесь очень важно, какая эмоция сформируется у ребенка по поводу сексуальных отношений и всевозможных, да, то есть, ну, проблемы, сложности, с которыми можно столкнуться в этой сфере отношений. И с детьми надо разговаривать об этом, а это тот самый возраст, в котором надо разговаривать, потому что это тот возраст, когда еще психологические защиты настолько сильны, что это не будет для ребенка травматично, ну, вот все истории, которые вы будете ему рассказывать, потому что его пока еще защищают. Когда в подростковом возрасте сорвет все защиты и будет один голый, вырывающийся наружу неистовый инстинкт, вот тогда вас ребенок уже не услышит. И именно в этом возрасте надо начинать этот разговор. И разговор этот начинать именно на уровне проживания эмоционального. Я не помню, рассказывала я вам или нет про эмоциональное восприятие, как в одном, по-моему, швейцарском городе побороли нарушение правил дорожного движения. То есть у нас раньше, в стране, не знаю, есть сейчас такая практика или нет, когда человек нарушал правила дорожного движения, у него забирали права и приглашали его на лекцию в ГАИ по правилам дорожного движения. Считали, что так вот его воспитывают. То есть вот и всех в группы собирали и возвращали права после этой лекции. Но после такой лекции человек выходил и точно так же шел и нарушал, потому что у него на эмоциональном уровне это никак не откладывалось. А в этом швейцарском городе у всех, кто нарушал правила дорожного движения, забирали права и точно так же их приглашали в определенное там учреждение. То есть как у них называется, я не знаю. Собирали в группу и вели в морг. И в морге им показывали жертв дорожно-транспортных происшествий. То есть им показывали последствия. Им показывали реальные последствия, невозможные, а реальные последствия. и все. То есть что делали? Включали эмоцию. То есть вот показывали, что ну вот, да, то есть было нарушение правила дорожного движения, да, получился вот такой результат. И люди проживали эту эмоцию. И в этом городе не стало нарушением правила дорожного движения. Потому что когда что-то пройдено на эмоциональном уровне, это в моменте остановит. вот когда ребенок, когда родители не могут разговаривать с ним о сексе и далее прочитать сексуальную энциклопедию, он ее прочитает. На уровне интеллекта это останется. Но в подростковом возрасте, когда прорвется инстинкт, он затмит все эти интеллектуальные знания. И он не вспомнит, что надо одеть презерватив для того, чтобы защититься, да, то есть от какого-то, венерического заболевания или от нежелательной беременности. А вот если прожита эмоция, он вспомнит. Эта эмоция всегда всплывет. И вот здесь очень важно эмоционально позволить ребенку прожить все возможные ситуации, с которыми он столкнется при начале своей сексуальной жизни. И понятно, здесь уже с девочкой разговаривает мама, с мальчиком разговаривает папа. Рассказать эмоцию, чтобы, да, то есть ребенок понял, что страшно, это нормально, стыдно, это нормально, когда не получилось, это нормально. и что секс это не то, что в кино показывают, да, когда три часа подряд сплошной оргазм, да. Нет, это может не получиться, и когда не получилось, это ничего страшного, потому что можно попробовать еще раз, потому что секс это процесс, это процесс, это построение отношений, это изучение тела друг друга, что кому нравится, что кому не нравится, это разговор, можно отдохнуть, попробовать еще раз, даже, да, если первый раз не получилось. А когда нет этого разговора, и я с этим столкнулся, и у меня не получилось, бегом одеть штаны и убежать, горят стыда, и больше никогда к этой девочке не подойти, а все может прекрасно получиться, если у меня есть информация о том, что так бывает, и что все это испытывали, и я могу пробовать еще и еще раз и разговаривать об этом. Но это может рассказать только мужчина, другому мужчине, ну, потому что женщина не знает, как это там все происходит, да, то есть, и что там, кто испытывает в этот момент, ну, просто не знает, потому что, да, у нее нету этих органов, и она не знает, как это все функционирует. А вот взрослый мужчина, который столкнулся с разным опытом, и, да, то есть удача, неудач, он может об этом рассказать. и вот о чем важно говорить. И о всех последствиях, которые могут быть, потому что у нас же тоже, да, то есть, ну, любая реклама, она показывает, что, на чем работает реклама. Когда мне показывают, что было, вот чем-то попользовался и получил вот это, да, то есть, ну, были волосы, там, все в перхоти, да, то есть на плечах вот это вот белое, все, потом вот взял шампунь Headless Shoulders, да, и теперь я взмахиваю головой, и у меня, да, то есть блестящие, красивые волосы, никакая перхоть не летит, да, но про секс никто, ну, вот так не показывает, да, что вот был незащищенный секс, да, то есть без презерватива, да, вот там нежелательная беременность или вот венерическое заболевание. В этой сфере никто не показывает последствий и родители не рассказывают, и дети живут в полной иллюзии, что последствий нет. А вот если они на эмоциональном уровне знают о последствиях, когда они проживают эмоционально эти последствия, тогда в тот момент, когда начнется, да, то есть сексуальная жизнь, он вспомнит об этом. И очень многие родители задают вопрос, ну, так вот запугаемый, вообще не начнет. Не волнуйтесь, гормоны прорвут, начнет как миленький, только один, у одного прорвут, и у кого не было эмоциональной информации, поделат во все тяжкие, а у кого есть эта информация, то вспомнит о том, что презерватив все-таки одеть надо. И вот это задача родителей. В контексте, да, это не так, посадил и собрался сам, господи боже, как это пережить, один раз, сейчас я все это выпалю, так не работает, потому что дети считывают эмоцию родителя, да, и начать-то надо с того, слушай, мне самой страшно, мне самой некомфортно, я даже не знаю, как подойти к этой теме, потому что для того, чтобы подойти к этой теме, мне надо признать, что ты уже в таком возрасте, в котором у тебя все это может быть, и мне от этого страшно, но ты знаешь, да, то есть, ну, я понимаю, что это уже может быть, и вот такая вот представляешь история, что там у нас на работе, у тети Маши, да, то есть, вот, девочке в 14 лет случилась беременность, да, то есть, ей пришлось сделать аборт, а сейчас этой девочке там 35, и она до сих пор не может иметь детей, и какое горе, да, то есть, у нее и ее мама, которая так хочет стать бабушкой, а детей нет, потому что там первый аборт, он очень опасен, потому что после этого может не быть ребенка, да, там, а там еще у нас на работе, да, то есть, в одной жизни, то есть, вот вы можете эти истории, понимаете, сочинять бесконечно, потому что, я еще раз говорю, психологические защиты у ребенка настолько сильны, что он сам весь сжимается, когда вы начинаете об этом говорить, и психологические защиты не позволяют этой информации проходить, поэтому вы можете сто раз рассказывать, да, то есть, разные истории, и когда-то, ну, это отложится, но это должно быть, ну, бесконечно, и вот так вы рассказываете про наркотики, да, то есть, про алкоголь, вы не говорите, курить вредно, это вот, ровным счетом ни о чем информация, вы не говорите, там, пить вредно, вы не говорите, наркотики это вредно, надо показать последствия, надо показать то, что в наше время огромное количество заболеваний, что сейчас уже венерические заболевания считаются, ну, просто насморком, просто насморком, потому что, ну, они не несут тех, катастрофических и трагических последствий, то есть, как несет ВИЧ, да, еще куча всевозможных, да, то есть, там, гепатитов, да, разных видов, ну, которые действительно смертельно опасны, да, конечно, медицина движется сейчас вперед и создается масса препаратов, но ребенку важно показать, какую беспомощность, да, то есть, испытывает мать, допустим, да, то есть, там, сына больного с ПИДом, что она понимает, что она сделать ничего уже не может, да, и человеку остается только ждать, выстрелит, не выстрелит, да, то есть, и как это, затрагивать эмоции, затрагивать эмоции, постоянно рассказывая вот такие вот истории. И, к сожалению, это так страшно самим, самим родителям так страшно это признать, что проще жить в ощущении, что нет, это происходит где-то, это все в этой Америке проклятой, у нас этого нет, это все где-то и где-то с кем-то, это все с какими-то плохими семьями, а в нашей семье такого быть не может. Может. Это может быть абсолютно с каждым. Но в этом надо себе признаться, а себе признаться страшно. А когда мне страшно, как я вообще могу об этом говорить с ребенком? Если говорить о девочках, то, если для мальчика, то есть сила и принадлежность к мужскому полу связана с размером гениталий, то, соответственно, у девочки сила и принадлежность к женскому полу связана с размером груди. И, конечно же, огромное количество пластической хирургии озолотилось несколько поколений пластических хирургов на этой женской фантазии. И здесь точно так же задача родителей в семье лишить эту фантазию эмоциональной силы. То есть родители показывают девочку, да, да, то есть ты маленькая, грудь у тебя маленькая, но мы видим в тебе женщину. И здесь папа, да, то есть показывает девочку. То есть уже теперь папа подает девочке руку, когда она выходит, то есть помогает ей одеться. Но всегда тоже помним об этой вот всей истории, что все это идет в приоритете мамы. Мама всегда на первом месте. И вот в чем большая катастрофа-то, что если женственность не принята в семье, девочка идет доказывать свою женственность, куда? На улицу. и женственность не принятая в семье угрожаема по ранним сексуальным отношениям и ранней беременности. Потому что, ну, как еще я могу доказать, что я женщина, тем, что на меня обращают внимание взрослые мужчины, да, и вот когда вот не происходит, да, вот это вот принятие истинной женственности, то есть, смотрите, в предподростковом возрасте мы увидим опять вот весь вот этот вот круг становления женственности. То есть, и мы увидим в предподростковом возрасте сначала фазу мужественности, и вот эти девочки, да, то есть, которые со спины не видно, мальчик или девочка, которые с короткими стрижками, да, в этих широченных брюках, да, в грубых ботинках, но здесь мы говорили о том, что девочка еще слышит маму, и мама говорит, она же для мамы это делает, то здесь вот весь иди по пять вот в предподростковом возрасте будет ярким светом, и мама говорит, что мне это не нравится, и тогда я выхожу на фазу временного отказа от мужественности, да, демонстративная женственность, и вот здесь вот уже, конечно же, начинается, да, это юбка такой длины, чтобы точно было видно, что члена там нет, я-то сама в этом не верю, но всем мне надо это продемонстрировать, да, это дичайший макияж, да, то есть это вот сейчас, для этого сейчас все условия есть, приклеенные ресницы, вот эти вот накладные ногти, это я всем демонстрирую, что я девочка, и, конечно же, если я застреваю на фазе здесь демонстративной женственности, я привлекаю внимание мужчин, ну, более старшего возраста, которые и вовлекают меня в сексуальные отношения, с помощью которых я и могу всем продемонстрировать, что я женщина, и огромное количество вы себе не представляете, вот, ну, многие у нас, да, родители живут вот какой-то абсолютной иллюзией, вы не представляете, какое количество беременности прерывается в 11, 12, 13-летнем возрасте. И в Санкт-Петербурге есть такой центр Ювента, где, слава богу, да, то есть работают психологи, потому что если моя потребность доказать, что я женщина, и я вступаю в сексуальные отношения, понятно, то есть я не предохраняюсь, и наступает беременность, мало у кого из родителей, ну, возникает идея сохранять беременность, хотя есть тоже огромное количество, да, то есть и рожающих девочек 12-13 лет, когда, ну, родители берут этого ребенка и просто как своего воспитывают, да, то есть и девочка растет со своим ребенком, там, как с братом или сестрой, но в основном, конечно, прерывают. И вот если просто прервать беременность, если эмоционального проживания не произошло, то она придет в себя и пойдет делать то же самое. Поэтому в центре Ювента все это происходит при поддержке психологов, казалось бы, очень-очень травматичным образом. Но там, что делают? Там, значит, девочка находится в этом центре, перед тем, как прервать беременность, с ней работает психолог, показывая ей на УЗИ каждый день ее ребенка в утробе. То, что делают? Формируют эмоциональную связь, а потом беременность прерывают. И с психологом она проживает вот это горе утраты. и вот когда есть уже эта эмоциональная связь, и она понимает, что происходит, то, конечно, выйдя уже оттуда, ну, уже в очень редких, очень сильно повзрослевших, да. Так вот, чтобы до этого не доводить, да, то есть создайте лучше эмоциональную вот эту вот, эмоционально окрашенное отношение к этим процессам, пока этого еще не случилось. на вот ваших этих рассказах, которые вы будете бесконечно рассказывать про тетю Машу и ее дочку, про дядю Васю и сына, там, и про все-все-все вот истории про наркоманию, алкоголизм, да, то есть венерические заболевания, спин, да, то есть в ранней беременности. Вот это вот задача родителей и ребенка этого возраста. Теперь дальше о фантазиях. В этом возрасте еще огромный страх, особенно у мальчиков, телесного ущерба. И мы это говорили, что это, да, начинается в эдипальном возрасте. И сейчас это все продолжается, что у мальчика огромный страх кастрации от того, что папа узнает, о моих претензиях, о том, что я претендую на маму, и все это мне отчекрыжит. И поэтому это страх стричься, стричь ногти, мыться. И вот ребенка этого возраста заставить залезть каждый день под душ, а представьте, когда еще в этом возрасте происходят колоссальные гормональные изменения, и запах стоит совершенно невыносимый, а он еще и мыться не хочет. Следующая фантазия мальчиков это фантазия о возможности рожать. То есть мальчики, да, то есть смотрите, все фантазии, о которых мы говорим, они все присущи эдипальному периоду, то есть они начинаются вот с 3 до 6 лет. Просто там они могут не так ярко проходить, но с 3 до 6 лет вот эта фантазия рожать она присутствует тоже и сейчас с 10 до 13 лет она опять проявляется и проявляется она в постоянном желании завести животное. То есть это символическое какое-то рождение. И если там ну с 3 до 6 лет они обычно просят братика или сестричку, они тем самым тоже проживают эту свою фантазию рожать, потому что они на 100% уверены, если в семье появляется ребенок вот в этом возрасте ребенка, то есть девочки уверены, что это ее ребенок с папой, мальчики уверены, что это ее ребенок с мамой, то есть и это тоже все время надо с ними проговаривать, да, вот когда они очень сильно включаются, а родители часто начинают этим пользоваться, там, посиди, последи, там, да, или ответственность вообще какую-то перекладывай, ну ты же старший, ты должен, там, нет, это наш ребенок, это наша ответственность, то есть ты только там брат или сестра, не позволять ребенку очень сильно в это все включаться. или, значит, вот желание завести животное, и здесь очень важно, ну, тоже с уважением отнестись к этому желанию, потому что именно через это желание и через вот возможность заведения животного ребенок в этом возрасте может проиграть вообще будущее родительства, только вы должны показать ему вот весь этот путь, как это происходит, да, то есть, ну, что сначала там, ну, зарождается идея, ну, как в норме, понятно, что во многих семьях дети случайно получаются, да, но как, ну, нормально, когда семья принимает решение, там, время сейчас или не время, да, то есть позволяет ли там, ну, жилищные условия, материальные условия, состояние здоровья, да, то есть, когда это такой осознанный подход, и вы показываете ребенку осознанный поход, давай подумаем, да, то есть, ну, вот, в нашей квартире, в наших условиях, какому животному будет комфортно, да, то есть, ну, какое место мы ему можем выделить, да, то есть, ну, насколько у тебя есть время, там, с ним гулять, да, то есть, ну, чем ты будешь его кормить, там, выбирается порода, садитесь, изучайте все об этой породе, да, то есть, вот, сколько ей надо гулять, сколько ей надо бегать Я вышла очень просто, я думала, из этого возраста, заведя морскую свинку. Мне сказали, 3-4 года живет, я думаю, как раз предподростковый возраст пройдет, и все будет прекрасно. Она прожила 9 лет. Ну и чтобы вы понимали, что на все это соглашаясь, то есть потом гулять с собачкой будете вы, за окошечкой убирать туалет будете вы, потому что фантазия отработана, то есть больше ребенка это не интересует. Но вы можете дать прожить вот этот вот опыт, опыт вот этой вот ответственности через вот этот вот выбор, то есть взятие ответственности, изучение материала. И через этот процесс добираются качества другого пола. Ну, какое классическое мужское качество? Зачинать. Да? Мужчина зачинает. А женщина вынашивает, рожает, вскармливает и выращивает. Да? И если мальчику в этом возрасте через животное не дать прожить вот эти вот женские качества, он не возьмет их в свою жизнь, вот эти вот качества второго пола. Он также потом к детям будет относиться. Зачал и дальше до свидания. У всех детей этого возраста есть эта фантазия и эта потребность. А дальше все зависит от, насколько ребенок может рассказывать о своих потребностях и о своих желаниях и насколько вы, ну, чутки к этим потребностям и желаниям. То есть, а то, что в этом возрасте у всех однозначно есть эта фантазия, да, то есть, ну, исключений не бывает. Она есть всегда. Поэтому выбирайте хомячка. Я вот прокололась с морской свинкой. Вот выбирайте хомячка. Это самое лучшее. Да, и тем самым дать ребенку возможность прожить, да, то есть и утрату эмоционально. Да, то есть вы поймите, чем в более раннем возрасте ребенок проживет какую-то эмоцию с вашей поддержкой, тем проще ему потом во взрослой жизни будет сталкиваться вообще с любыми эмоциями. Следующая фантазия мальчиков – это фантазия о возможности менструировать. То есть мальчики считают, что у них тоже могут быть менструации. Выражается это в носовых кровотечениях. В этом возрасте очень часто и у мальчиков, и у девочек, ну, просто у девочек эти носовые кровотечения проходят очень быстро, потому что непосредственно, да, то есть возникают эти физиологические процессы. А у мальчиков, ну, вот может затянуться на прохождение этого возраста тоже. Не пугайтесь, не таскайте по врачам. Это совершенно нормальная такая вот психосоматическая реакция, да, и она с прохождением этого возраста без всякого лечения и без ничего проходит. Фантазия о возможной беременности. И у мальчиков, и у девочек в этом возрасте очень бурно развивается эта фантазия. Притом в их фантазии забеременеть можно от чего угодно. Поэтому в этом возрасте начинаются так называемые пищевые приколы. Ну, потому что в их фантазии и от еды можно забеременеть, особенно от вареного лука, который очень похож, да, на сперму очень похож, или пенка молочная, да, вот это вот все безобразие. Начинается вот это вот утром не встать, голова кружится, да. Если ребенка тащить к врачам в этом возрасте, вам поставят вегетососудистую дистонию, самый неизвестный диагноз, да, и будете лечить потом пожизненно, да, то есть нет никакой вегетососудистой дистонии, такого диагноза не существует. Это фантазия о беременности предподросткового возраста. Вот он будет, да, и при том, и мальчики, и девочки совершенно одинаково, да, это тошнит, это мутит, это не хочу, сегодня вот это ел, завтра уже затем мне это приготовили, или я это не ем, то есть изводить вас будут, ну, вообще капитально. Потом, по какому признаку вы определяете, что женщина беременна? По растущему животу, поэтому задача всех предподростков скрыть растущий живот, то есть они все уверены, что они уже беременны, ну, это действительно так, я не знаю, помните ли вы или нет, но вот я этот возраст очень хорошо помню, у меня было полное ощущение, что я беременна, и я не знала вообще, как это скрыть, притом беременна я была от того, что я посидела на унитазе, на котором до этого папа сидел, и вот этих вот сексуальных фантазий о том, от чего можно забеременеть, да, то есть сходила с папой в баню, вытерлась полотенцем, который папа вытирался, то есть мне за годы моей работы клиенты рассказывали, такое огромное количество этих вот фантазий, от чего можно забеременеть, так вот, когда вы беременны, да, ну, а вы же не можете вообще допустить, чтобы кто-то об этом узнал, поэтому есть два способа, как спрятать растущий живот, значит, либо качаться, да, качать пресс, и они все в этом возрасте усиленно начинают заниматься спортом, либо носить одежду на три размера больше, вот как вот только вы видите предподростков, вот в этих вот балдахинов, понимаете, да, что ребенок проживает сейчас эту фантазию, да, то есть вот так вот он скрывает свой живот. Вы понимаете, что это норма этого возраста, пугаться не надо, по врачам таскать не надо, это все с проживанием этих фантазий, да, то есть особенно, ну, у девочек там, да, то есть когда фантазия проходит, то есть у девочек, в принципе, все те же самые фантазии, фантазия о возможности менструировать, она проходит, да, то есть, ну, сама собой с началом менструации, при том, начало менструации всегда является показателем того, прошел вот этот вот круг принятия женственности или нет, потому что, смотрите, девочка живет сначала, да, то есть, ну, в мужественности, мама говорит, что не нравится, она уходит в демонстративную женственность, да, но в демонстративной женственности она еще глубоко уверена, что у нее есть шанс стать мальчиком, и тут наступают месячные. И огромное количество девочек в этот момент падают в обморок, ну, потому что это, ну, член-то все, больше никогда не будет, и это такая трагедия. И вот это закрепляется, эта трагедия у некоторых женщин каждый месяц, и всегда болезненные месяцы – это показатель непринятой женственности, потому что я каждый месяц проживаю эту трагедию кастрации, что члена не будет точно, потому что если женственность принята, да, то есть, ну, все это протекает совершенно спокойно и безболезненно. Ну что, значит, на следующей лекции уже будем окончательно взрослеть, проходить подростковый возраст, отделяться от родителей, становиться взрослыми. Это была лекция «Откуда берутся взрослые?» психоаналитика Алены Ореховой, которую она выпускает вместе с Bittrex24. Подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях. И до встречи на следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok